Теремок ТВ Эй, бода Бода Научу вас путешествовать Водоборода Водопад Виктория Люблю смотреть, как течет вода Бода, воду надо экономить, а ты тут водопад устроил Это мне-то экономить? Сами-то воду не выключили Мы тут ни при чем Это водопад Виктория в Африке Ладно, не оправдывайтесь Я сам устраню эту вашу африканскую протечку Надо взять побольше пробок для ванны Все, я готов Перелистывайте меня уже в эту свою Антарктиду Довести в Африку Ой, другое дело Ой, откуда пар? Дети, это вы горячую воду забыли закрыть? Нет, бода, это... Все, сейчас вода замерзнет и протечка устранится Дети, никогда не посещайте Африку без своего айсберга Бода, вода в водопаде не горячая Она просто падает с большой высоты, сто метров И разбивается на мелкие капельки Получается пар Осторожно, здесь вода падает Дети, пока никто не пострадал от водяного удара Срочно идем искать трубу, из которой все это течет Исток реки Замбези – это черное лесистое болото Отлично, сейчас найду, где сочиться и заткну как следует Как знал, что пробок надо больше брать Дети, перелистывайте меня скорее отсюда Ура! Мы придумали, как поднять упавшую воду Ой, размазался я весь, я эту вашу экологию спасать Ух ты, сработало! Вода больше не падает! Бода, в Африке бывают сезоны засухи Такие месяцы реки и водопады милеют Как-то неловко получилось Попей водопадик Не переживай, Бода, наступит сезон дождей и водопад снова наполнится Ну, раз все так хорошо закончилось, то мне пора А вот и пояс мой подоспел До свидания, Гена! Дети, перелистывайте уже, он же меня съест! Очень красиво! Вы не находите? И что же мы, дети, вынесли из этого путешествия? Что? Ой, что когда возвращаетесь с африканской Виктории, не бегите за бои крокодилов А-а-а, перелистите меня куда-нибудь! Золотой человек Бода, привет! Что ты делаешь? Привет, дети! В гости к родственникам собираюсь Надо одеться с блеском, чтобы меня приняли как царя короля императора Это все не то, не то, не то, не то Вот достойный моего величия костюм Бода – это доспехи золотого человека Древнего сакского воина или принца Ставшего символом Казахстана Он был захоронен в кургане гробницы Примерно в четвертом веке до нашей эры Такой костюм в магазине не купишь Ладно, уговорили, научу вас находить золотые костюмы А вот и курган, айда раскапывает золотую кольчугу Бода, это не курган, а торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» В столице Казахстана – Астане Тут шатер некопанный стоит, а им лишь бы торговлей развлекаться Алтен Сакал Ой-бой, Алтен Сакал И ничего я не скакал Куда вы меня тащите? Куда же делся Бода? А, вот он Кормит ты кунак Алтен Сакал Так, люди добрые, за виноград спасибо, но мне в гости надо Бода, ну ты и так уже… Дети, не отвлекайтесь, ищем костюм Ого, какие ракеты Мы в музее космоса В Казахстане находится самый большой в мире космодром – Байконур Я понял Это же древний казахский космонавт, а кольчуга – это скафандр Значит, костюм закопан на космодроме О, уважаемый космонавт Не подскажешь, где здесь курган с вот такими скафандрами? Ах, Алтен Сакал Помогите Морфы, мы в гости опаздываем Простите, извините Бода, но ты сейчас в гостях Где же этот костюмчик? Вот он, золотой человек В Государственном музее золота и драгоценных металлов в Астане Наконец-то! Буду самым важным космическим гостем, царем-императором и ханом шатра всея вселенная Бода, вещи из музея нельзя примерять и носить Я первый раз в жизни в гости собрался, а они всю одежду в музей попрятали В чем я теперь пойду? Бода, зачем тебе доспехи? Казахи и так называют тебя Алтын Сакал Это значит золотая борода Так значит у меня уже есть золотой костюмчик Конечно! И ты уже дважды в гостях побывал И даже не заметил Что, дети, похож я на хана-царя всея вселенная? Конечно, похож! Казахи всех гостей принимают как ханов и царей Или как близких дорогих родственников Такого древний закон гостеприимства А мы и есть родственники Пора вам познакомиться с моим троюродным братом Кара-Баке Самые высокие деревья Ложечку за квака Ложечку за уну Доброе утро, Бода! Что ты делаешь? Доброе! Да вот дерево подкармливаю Чтобы выросло быстрее Бода, дерево от этого быстрее расти не станет Вот дела! От чего станет? Я понял! Мое деревце будет быстрее расти, если научится высокого дерева Смотри, какой высокий дуб Значит так, баклажанчик Я меряю, а ты запоминаешь и растешь таким же Один, два, три Ай-яй-яй! Да, низковатый дуб Дети, айда за мной! Поищем дерево повыше! Ну и жара! Где это мы с вами? Печень? Мы в африканской саванне А это бау-баб Одно из самых толстых деревьев в мире Еще бы ему не быть толстым! Хе-хе! Такую жарище он по-де-одним мороженым питается! Ба-ба-бабу-бу-ба-бабу! А где здесь магазины с мороженым? Нет, бода! Бау-баб во время дождей Как губка впитывает влагу и толстеет Засуху, наоборот, теряет влагу и худеет Худеет? Ну нет! Мой одуванчик еще расти не научился! А тут этот бау-бау-бау-баб со своей диетой! Все, пойдем дальше! Хе-хе-хе-хе! У-ху-ху-ху-ху! Вот это я понимаю! Высота! Бода – это австралийские царственные эвкалипты Самый высокий из них ростом со знаменитой Биг Бен Ничего! Моя капустка сейчас тополем взмоет и обгонит эту пальму! Но Бода и эвкалипты – это самые быстрорастущие деревья на Земле! За один год они вырастают на 4-5 метров! Эх, редисочка моя! 5 метров в год – это медленно для тебя! Пойдем дальше от этих лентяев! Хеллоу! Небоскребы! Кто тут у вас самый главный? Бода – это роща сиквой самых высоких деревьев на планете! У самого большого из них даже имя есть – гиперион! Вот! У самых высоких и будем учиться! Ну что, Василечек? Васенька! Веди себя хорошо! Во всем слушайся старых гиперионов! Я скоро вернусь за тобой! Бода, гипериону, чтобы вырасти таким высоким, понадобилось более 700 лет! Что?! Вы хотели ребенка оставить на 700 лет одного в лесу! Не бывать этому! Вот что я тебе скажу, Василечек! Не хочешь расти – не расти! Я разрешаю! Знаете, дети, карликовые деревья – это вам не просто так! Это целое искусство! А вымахать под самое небо любой бамбук сможет! Пустыня Наска Здравствуйте, дети! Сегодня я научу вас рисовать шедевр! Ух ты! Привет, Бода! Что нужно делать? Берем кисти, краску и шедевр! Вот этот! Раз! И шедевр готов! Хе-хе, в Луврии повесим! Бода, это же геоглиф! Так называются огромные рисунки, сделанные на земле! В пустыне Наска целая галерея геоглифов! Галерея в пустыне? Интересненько! Так, ну и где тут шедевры? Не шедевр! Не шедевр! О, шедевр! За мной! Что? Где? Сигнализация мне в бороду! Шедевры похищены! Полиция! Да нет же, Бода! Геоглифы на месте! Но они огромные, и увидеть их можно только с высоты птичьего полета! Вижу, вижу каракулеоглифы! Хе-хе-хе-хе! Так и быть, будем рисовать шедевр не для Лувра, а для пустыней! Слишком свежая краска, а нужна древняя! Где тут древний магазин? Бода, геоглифы не рисовали, а вытаптывали! Контур геоглифа – это не глубокая канавка! Она проходит по холмам и ложбинкам! И ни разу не прорывается! Сам знаю, что канавка по ложбинкам! Морфе, Морфе, вы что с краской-то делаете? Ну что же вы, забыли, что шедевры нужно не красить, а вытаптывать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бедненький Будо! И кто только придумал эти шедевры! Геоглифы были созданы очень давно, но кем и зачем точно неизвестно! Возможно, древние люди так прославляли свое племя или использовали геоглифы для ритуалов! Хватит разговоры разговаривать! Встречайте новый шедевр пустыни Наска! Бодоглиф! Ах, классно, Бодо! Посмотрим, похоже ли у вас получилось! Эх, маловатый Бодоглиф мы выпыты кипы катакали! Вот, теперь-то я понимаю, что значит большой художник! А если ты небольшой, шедевра не получится! Что ты, Бодо! Шедевр – это выдающееся произведение, а не самое большое! Шедевр может быть маленьким! Только сегодня и только сейчас! Самый маленький шедевр в мире! Бодо, это же просто песчинка! Хе! А так? Ах, вот это да! Это настоящий шедевр! Отели Эй, ну чего вы там развалялись? Мы еще не были в музее истоптанных башмаков! Бодо, музеи уже закрыты, пора домой отдохнуть! Как это «домой»? У нас самолет обратно аж через неделю! Значит, нужно найти жилье здесь! Да чего его искать? Тут полного жилья! Сейчас я вас научу везде жить! Эй, боится, что я его часы украду! Бодо, это не жилье, а банк! Он закрывается на ночь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хе! Спасибо вам, милая девушка, что не оставили бедных странников мокнуть под дождем! Мы много места не займем! А, ну, не надо, ну! А зубы где можно почистить? Бля-бля-бля! Какие-то они тут негостеприимные! Бодо, в чужой стране можно переночевать в гостинице! Бронировать гостиницу можно через интернет! Да знаю, знаю! Нашел уже! Вот! Хе-хе-хе-хе! Ой, а бороду подрите, пожалуйста! Что вам трудно, что ли? А-ха! Хорошо! Хе-хе-хе! Учитесь, дети! Как тогда находить жилье в чужой стране? Ой-ой-ой, Бода! В таком отеле у себя могут быстро закончиться деньги! Что-о-о, я к ним со всей душой, а они деньги требуют! Уходим! Ай! Чуть и до нитки не обобрали! Никаких больше отелей! Бода, в интернете можно выбрать отель намного дешевле! Смотри! Э-э, смотрю! Это кто в наших кроватях развалялся? Бода, ты выбрал самый дешевый хостел! В хостеле иногда несколько незнакомых людей живут в одной комнате! Ну ладно, посмотрим! Я к ним со всей душой! А они мне морфиков тараканами пугают! Бода, а можно снять квартиру? Там никто вам мешать не будет! Отлично! Бра-а-а-бронируем! Дети, можно я засну здесь? Будто мы уже в квартире! Бода, это квартира на последнем этаже без лифта! Когда выбираешь жилье онлайн, на сайте можно прочитать описания и отзывы других путешественников! Вот, недорогой отель с хорошими отзывами! У него две звезды, значит, в нем есть все самое важное Завтра посчитаю эти звезды Спокойной ночи, Бодоборота Самое важное, дети, что вы всему научились Спокойной ночи